Жертвы беспечности в стране продолжают фиксировать случаи травмирования из-за петард. В закрытых помещениях можно использовать только пиротехнику первого класса. О чем еще беспрестанно напоминают спасатели. На пьяную голову два человека погибли в Бавруйском районе из-за пожара. Проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи погибшего. Кто испортил праздник? Бесчеловечная жестокость. Мужчина насмерть сбил человека и скрылся. Находящийся в состоянии алкогольного пенения. Чем объяснил свой поступок задержанный. Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в пять минут. Засекайте. Взрыв безрассудства в стране продолжает фиксировать случаи травмирования из-за петард. Несмотря на постоянное предупреждение МЧС и трагичные истории, ребятня продолжает погоню за мегапопулярным зимним развлечением. Так от беспечности в Витебске пострадал 14-летний подросток. Он зажег петарду, но не успел вовремя выбросить опасную игрушку. В итоге госпитализация с различными повреждениями кисти. Такая же участь настигла и 11-летнюю девочку с ссадинами правой руки. Ей назначили амбулаторное лечение. Среди взрослых таких безрассудных поступков еще больше. Все факты травмирования зарегистрированы в неорганизованных праздничных локациях. Храните пиротехнику подальше от нагревательных элементах и в недоступных для детей местах. Помните, что в закрытых помещениях можно использовать только пиротехнику первого класса. Такие, как бенгальские огни или хлопушки. Все остальное пиротехнику необходимо использовать на открытом воздухе. Не только пиротехника таит в себе опасность. Праздничные дни – время ажиотажа среди пьяных автолюбителей. За четыре выходных задержали порядка двухсот нетрезвых. Среди нарушений также почти четыреста фактов управления бесправниками. После боя курантов – бой с алкоголем. Два человека погибли в Бабруйском районе из-за огненной стихии. Вечером 1 января спасатели экстрена отправились в деревню Турки, где по улице Клубный полыхал жилой дом. При ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тела мужчины и женщины. Предположительно, 51-летнего хозяина и 33-летней гости. Погибшие в тот злополучный день вместе распивали алкоголь. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи погибшего. Назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз. Предварительно рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе неправильная установка и эксплуатация печного оборудования. В ходе проверки все обстоятельства трагедии будут установлены Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета. Трусливый поступок. Мужчина сбил человека и скрылся с места преступления. Недалеко от агрогородка Романовича был обнаружен труп 37-летнего мужчины с признаками наезда. Сотрудники уголовного розыска установили личность фигуранта. Им оказался местный житель. Как позже пояснил задержанный, он испугался и растерялся. Установлено, что он на своем автомобиле «Опель» сбил идущего по проезжей части мужчину, находящего в состоянии алкогольного пенения. Не приняв мер к оказанию помощи, водитель скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рьянц. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»